Добрый день, друзья! Для сегодняшней самоделки потребуется шприц. Самый большой шприц. Плунжер я уже извлек. Мне необходима только основная его часть. С помощью ножа отрезаю носик. И с помощью паяльника заплавливаю получившееся отверстие. Очень важно, чтобы отверстие запаялось полностью. Проверить герметичность можно с помощью воды. Далее потребуются две мини пальчиковые батарейки. Соединяю их вместе. Для этого откусываю соответствующий отрезок зубочистки. Можно использовать спичку. И укладываю ее между батарейками. К одному из контактов одной из батареек припаиваю небольшую латунную пластину. На обратной стороне припаиваю два светодиода. Токоограничивающие резисторы не использую, поскольку конструкция изготавливается не на очень длительный срок. Месяца 3-4 она проживет и без резистора, а то и дольше. При этом с обратной стороны батареек подпружиненный контакт слегка-слегка отгибаю. В подходящей крышке от обыкновенной банки снимаю краску с помощью наждачной бумаги. Полностью делать нет смысла, достаточно небольшого участка. Помещаю фонарик в корпус шприца и временно фиксирую его с помощью суперклея. Тщательно промазываю место соединения эпоксидной смолой. Это может быть, разумеется, и обыкновенный резиновый клей, или даже термоклей. В моем случае это эпоксидная смола, поскольку она у меня, что называется, под рукой. После высыхания клея обязательно стоит проверить устройство. Как вы поняли, принцип работы очень прост. Под собственным весом, под весом батареек, подпружиненный контакт, замыкает их, что приводит к свечению светодиодов. Следующее, что понадобится, емкость с водой. В моем случае это банка, соответственно, крышка именно от этой банки и есть. Для большей оригинальности в банку с водой добавляю блестки. И закручиваю крышку. Вот такая, как сейчас модно называть, свеча получилась. Достаточно перевернуть банку, и светильник начинает работать. За счет воды и за счет частичных блесток, яркость свечения довольно значительно увеличивается. Опять же, гораздо удобнее, чем простой выключатель. Блестки также создают эффект, точнее, некоторый эффект снега. Новый год все-таки скоро. Воспользовавшись случаем в столь интимной атмосфере, хочу обратиться к товарищам-продавцам, ходячим контрацептивам. Не побоюсь этого слова. После появления подобного рода устройств, цена светодиодов, белых, сверхярких, в наших магазинах достигла отметки в 15 гривен. Это просто уму непостижимо. Сами же сидят без света и сами же пытаются нажиться. Вот такой парадокс. Вы же таким самым практически полностью сводите на нет основное преимущество подобного рода устройств. Это доступность и скорость изготовления. Ведь если поднять стоимость светодиода до 30 гривен, плюс батарейки, получается никакого смысла что-то изготавливать своими руками попросту нет. Ведь проще купить обыкновенный фонарик. Пишите свое мнение в комментариях. До новых встреч. Но посран. Всего хорошего. Мирного, тихого неба. Пока.